Вопиющую жестокость проявила одна из жительниц города по отношению к маленькому щенку. Решив от него избавиться, женщина просто выбросила его из окна. Собака не выжила. Что побудило мать несовершеннолетнего ребенка на такой поступок, выясняла Ксения Епишева. Собачка лежала вот здесь. Я смотрел вот с этого окна. То есть вот с этого окна была выкинута она вообще. И лежала здесь. И когда я ее уже видел, она уже была мертва. То есть спасти ее уже нельзя было. Щенка темно шел 1 мая, уже мертвого. Стал спрашивать у соседей. Выяснилось, что одна из жительниц общежития утром того же дня выбросила собаку из окна. Она пришла домой и задали вопрос, зачем она убила собачку. Но что она сказала, я ее не убивала, я ее просто выкинула с окна. Она так спокойно сказала, что я ее просто выкинула с окна. Ну это ненормально. В общежитие собачонка принесли дети. Подобрали на улице. Пес изрядно замерз и проголодался. Решили временно его приютить. Благо места в коридорах предостаточно. Да и взрослые были совсем не против. Дети обогрели этого щенка, накормили. А вот эта женщина утром взяла и выбросила с окна. Ну а потом она просто пошла, взяла этого щенка и выбросила в контейнер мусор. Какой, например, показ своему сыну, которому 10 лет, и какой пример показ детишкам этим маленьким. На собаке был ошейник. И многие жители общежития надеялись, что вот-вот отыщется его хозяин. Даже если хозяин у собаки и был, своего питомца он больше не увидит. Я подумала, заскулил от того, что... Ему хорошо там стало, или уже на нас не было. Но я же не знала, что он погибнет. Это и есть та самая соседка, которая таким жестоким образом избавилась от животного. Ольга призналась, что выбросить собаку из окна пыталась дважды. Первый раз помешала соседка. Да она здесь бегает, пища алкоголом. Я не подумала, что она умрет. Ольга не скрывает. В тот день она употребляла алкоголь. Стойкий запах спиртного от женщины чувствовался и сегодня. Хотя зеленый змей, говорит женщина, тут вовсе ни при чем. И уверяет, она прекрасно отдавала себе отчет в том, что делала. Вы постоянно под алкоголем опьянили. Вы собаку выбрасывали. Вы употребляли, что пили спиртное? Да. То есть немного были в состоянии алкоголя? Да. Но вы и сейчас в алкоголем опьянили. Я не отрицаю. И сейчас. То есть, возможно, алкоголь собирал свою? Нет. Нет. То есть вы это отрицаете? Отрицаю. Делали в алкоголе? Нет. Оставлять безнаказанным поступок Ольги неравнодушные соседи не намерены. Они уже обратились в полицию с заявлением. Пока стражи порядка проводят проверку и решают, заводить уголовное дело на Ольгу или нет. Собаку это, конечно, уже не вернет. Но, может быть, станет хорошим уроком для женщины, а заодно и показательным примером для ее малолетнего сына, чтобы он не принимал такие поступки матери за норму. Ксения Епишева, Виталий Харченко. Новости нашего города. Новости нашего города.